миром в общем что да видно вас и слышно все хорошо меня хорошо слышно хорошо вот вы знаете что у нас все записывается вы не против нет не против ставляется давай так значит такой вопрос вот по поводу крещения вы в разговоре с протестантами не раз говорили что крестить нужно стоя потому что христос умер на кресте стоя вот и у меня вопрос почему руки тогда скрещивают на груди они распростирают как христос так может быть было потому что мы знаем способ моления такой только вот так вот а было так что молились они ложились на землю распростирали руки в житиях святых написано распростершить крестообразным а другие молились распростершить крестообразно другие поднимали вверху но закрепилась такое это хорошо способ погружения не о руках идет о погружении человека а поэтому когда крестили сразу массовые такие крещения были куда бы они руки раскинули так что действительно она крестообразно вот и раскидывает вот она крест руки крестообразно когда идем к причастию так принято хорошо значит такой вопрос вот в книге откровение в книге второзакония говорят со стихи о том что нельзя ничего из книги сей убавить и прибавить вот это относится именно к книге откровение или это относится вот вообще к принятию канона в таком плане мы эти слова в данном случае относится к откровению а когда читаем притча соломона 30 глав 5 6 стих это относится к священному писанию к слову его не прибавляй к слову его дабы он не обличил тебя ты не казался лжецом научиться лжецом 21 глава откровения к тему дире огненным об этом говорится и второзаконии не добавить и не убавить тут и имеется ввиду уже закон ноисеев а притча говорит вообще слой божий вот и из этого у меня тоже вопрос вот в своих творениях и устин мученик пишет упоминает цитаты которые иудею выбросили из из писаний которые явно говорят о пророчества о христе как например в псалме выбросили слова из дерева то есть там где говорится бог твой воцарился с дерева вот и другие места почему их не вернули в канон когда уже христиане составляли куда вот такие сведения что евреи выбросили ну а не действительно потому что евреи они каждой срочке букву пересчитывают и на полях ставят сколько букв а тут вы взяли да и выбросили за кого мы их считаем евреев они тряслись над словом божьим боялись потерять одну букву у них особое правило написания были я когда он стал ознакомился с этим весьма подивился вот он пишет допустим имя господь господь в это время хоть сам царь будь никто не имеет права его трону то никого не должен слушать они специальную одежду надевали специальная бумага специальные чернила и после этого пересчитывали если было найдено несоответствие тексту две ошибки найдено весь свиток сжигался до чего бы ради он это делал то это на евреев наговор в это я не верю абсолютно это так вот уже привыкли что евреи 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 это а сами слова божие не знают евреи сохранили а почему потому что их бог хранит а господь в те бодрости над словом моим они эти слова отлично знали и они писали прямо показывали смотри это вот в этюдах у отца геннадия фаста подробно все описано какие чернила как они писали ну какие молитвы считали в это время там все подробности есть это говорят люди невежды ну или ненавистники какие-то юдофобы понятно а вот в третьей книге ездры говорится о том что пропали писание или сожжены огнем и тогда были найдены мужи и они писали писание и я не очень понимаю это то есть не было слова божие писали заново писание не знаю никто эта книга не было принято в канон и нету кроме того это единственная книга все на дальнем переводе в которой не хватает 70 кажется два стиха 7 главе это взяли только от католиков сейчас она не издается но она есть она у нас я ее выпустил в издание так эту книгу никто не толкует из святых отцов хотя лопухин толкует и когда я ознакомился то все это о прошлом не о будущем то есть события прошедшие меня это нисколько уже не интересует толковать я не имею на это дарование от бога если не златоустнее никто из святых отцов я никогда не толковал совершенно так что зачем же туда и лезьте хорошо вот потом такой вопрос не знаю вообще нужен он или нет вот я не могу разобраться как было до христа по отношению вечной жизни вот когда господь говорит что из горячего куста горячего он говорит что я бог аврама и цеха каякова и что я не бог мертвых но бог живых другом месте сказано но но мне непонятно как вечная жизнь если она началась после глухов и в общем я не как бы не могу понять правильно как это понимать и нужно ли это вообще понимать бетхозаветие освещается очень слабо евреи добавили слово шеол человек идет в шеол какое-то место абрам же не мучился а где она находится до 2 салона абрама а что это такое место доброе я зато усталку и так только его увидел богач увидел а почему не в раме его увидел потому что аврам светло мете а тот темным из темноты нас комнате видно а мы из комнаты в темноте ни одного не видим эти какие рассуждения то есть сразу стало все на место не знаем мы даже сегодня говоря новозаветим состояние ссылаемся на житья святых и в новом завете ничего не знаем на ум не приходила и павел не сказал что молитесь и бог откроет ни глаз не видел ни уха не слышал и зачем я туда буду лезть мне нравится выражение у конфуция умрешь узнаешь и вот просили а вот а родных то надо заботиться молиться он зато скажу что надо в складбище не уйдете а живых забудете скажу не надо вы их хоронить бросите умрешь узнаешь мы молимся что чувство любви не теряется а какая там помощь никто не видел все остальное выдумки надо быть очень осторожен ничего не добавлять нам открыто что христос умер за нас долготерпеливый многомилостивый церковь дает нам таинство и без церкви никуда поэтому любое протестантское движение конфессии динаминация все это враг напутал нет этого церковь основана в сионской горнице они возле туалета мартина литера ясно и вот к этому же суд для кого вообще последний суд над всем человечеством над всем человечеством он для верующих или он для каждого человека вот если брать пример разбойника который покаялся на кресте господь ему говорит что он будет ныне с ним в раю получается что он не будет на приходить будет всех написано все предстанут на суд господи только одни будут там как свидетели как суд от когда вызывают здесь такое сравнение дает и прям серен а другие на осуждение а в другом место правильный на суд не приходит на перешел от смерти в жизнь то есть его тузить не будут на дела его пройдут как мы можем только догадываться какие были милости оказаны и наша жизнь пронесется перед всем миром и все скажут и я вот это делаю я но ты не покаялся а вот покаялся человек я вот думаю что именно вот так и будет согласно как святые отцы толкует то есть мы заново предстанем заново пронесется вся наша жизнь и вы себе как бы пламени огня любви божией еще более возгреем мы увидим кто мы были и теперь мы всего лишь свидетели свидетели божьей правды иногда говорят вот вы наше время советское и церкви были закрыты ян затаус просто объясняет а в вашем городе в это время были верующие ну да в этом же при советской власти на сегодняшний перевожу это ну да нашел он обратился и ты мог обратиться вопрос закрытый не надо искать извинения я мог я когда рассматриваю свою жизнь до двадцати трех лет как меня господь с детства вел но к евангелию я не подошел его не было нигде вера отслышания у меня просто бог открыл мне все это еще мать учила что есть суд божий как себя вести надо и о жертве христа я не слышал а теперь я стал все припоминать сколько раз меня господь трогал вот я сейчас вспоминаю в армии ехал в отпуск 23 года тогда был даже 22 и в это время в одном купе со мной оказались пожилые люди мужчина и женщина как дедушка и бабушка и они немцы были вот моя по-немецки знал мы давай с ними это разговаривать они открыли книгу что за книга не знаю но я теперь все это так вот припоминаю кизан бог была книга это песенник у них мы попели и потом видимо было евангелие а я в это время был выпивший даже думаю они заметили или нет мне тогда уже стыдно было а теперь когда вспоминаю вот господь мне стучался тогда а я прошел мимо это что же я наделал то насколько бы раньше пришел и вот таких по признакам где господь меня касался трудной обстановке был там при смерти был опять меня господь звал я опять не ответил ему боже почему ты меня ждал так долго я вижу просто как радуга светит вокруг меня милость божия тонул меня вытащили то горел меня вызволили оттуда там провалился под лед меня вытащили на кораблях работал то господи это все ты меня звал я каялся я молился и даже плакал а христа то не знал я по-человечески рассуждал мать выше этот богородица выше христа видишь как это научение то она не было евангелия не было ну а когда уж евангелие в руки дали мне никто не уговаривал дали а сами ушли другую комнату зашли я уже на горную проповедь заканчиваю читать осталось только склониться и покаяться что я и сделал 27 сентября 62 года и душа наполняется радостью вот сегодня один зашел у меня как бы азербайджанец он как я азербайджанец русский то есть в россии живет я потом ролик поставлю посмотрите и он так много вот это сравнивает я тогда был такой-то сейчас такой-то я говорю зачем ты писание говорит сравнивать сами себя с собой неразумно это неразумно ты благодаря бога поменьше смотри за другими людьми они не такие а я и все и вот сегодня у меня запись с ним была где-то он успокоился и и люби бога давай договориться во сколько вставать оказалось 300 килограмм лишнего веса ну зачем тебе это ну и все остальное так я начинаю я какое отношение к женщинам это я знаю где собака зарыта ну ему показываю ну все поблагодарил вижу маленькое завеселил я буду ты считаешь сегодняшнего дня послание к филиппийцам павел прикованный к стене сыра света нету а он пишет радуйтесь еще раз говорю радуйтесь 11 раз слова рада встречаются вот так надо жить всегда у тебя внутренняя радость вот у нас в деревне это когда-то распалась 26 лет назад люди разъехали ну где-то неплохие соседней деревне тут его мама с моей мамой работали на пальчики на колхозной каш а он председатель этого кто он там у него и деревня где дочка ему и говорит как-то у нас все есть ну они живут достаточно зажиточная а почему вот у нас радости нету поедем по потеряю вкусного съездим к ним как приедем говорит гол как таков ничего нету там лопата не техники ничего нету воскресенье они приезжают в воскресенье мы на службе а после этого собираемся занятия идут это грибы собирает там больных посетить на рыбалку на ягоды то есть это у нас разрешается но не больше они горчина радостные я просто пример даю вот так надо быть внутренняя радость это не то что там хохотать или горе смеющимся а правильнее говорит едва горит коротко улыбнется так что это все надо держать себе да вот и еще один вопрос вот по поводу молитвы за здоровье вот когда просит кто-то молиться об исцелении или здоровье и когда сама себе как это здраво к этому как бы как как молиться вообще вот иногда непонятно почему не приходит исцеление когда человек молится и и сну как бы исправляется и ищет в чем проблема и а исцеление не приходит и ну а особенно за других как молиться проблема я выкинул лексикона нерешенный вопрос его выкинуть она не евангельская американизма в нашем лексиконе мы просим то здоровье то и наверно даже добавить да будет воля твоя вот и все а воли его но во благое он знает я тебе дам здоровья ты где будешь было такое один работал каменотес каменотесом камни тесал ну и деньги зарабатывал и платил хорошо и и там один праведник он ему помогал и тот возопил господа господи да ему богатый знатность такой добрый человек и так господь говорит ты же не знаешь его будущее да не знаю но он так охота чтобы у него все было то дьется так и ребятишки тоже не очень так одеты и вдруг он находит слиток золота большой дальше то он где-то там что-то сумел сделать выдвигается в люди и в конце делается губернатором и слышит что людей не принимает там такая коррупция у него ведется и ему жалуются вот это тебе знакомый-то каменотесе столовой какой он злой прямо у него рядом слуги палками бьют подходит но он пошел сам к нему а он говорит я хотел тебя спросить вот это а он его не узнал то я говорю ну-ка дайте мы его палкой побили-то и он вернулся тогда его господи прости меня этот человек такой добрый был а сейчас я его не узнал ну ты знал какой он будет я не знал ну а что ж ты просил и он опять снова попал в немилость его где-то там сгребли все отняли он снова камни тешит и опять он добрый сделался давай помогать другим вот так и здоровья сколько его здоровья то надо я молюсь но в конце добавляю да будет воля твоя я не знаю у меня болит что я тоже молюсь и святой водой от глаз повредил я вот его три года тру и не лекарство святой водой то я опять вижу боли были боли прошли вот после операции у меня ну на позвоночнике при операции было нельзя было больше там трех килограмм поднять а я сейчас два ведра воды ношу у меня берегли это время это господь знает и сколько мне здоровья господь знает а может быть и этого не надо не знаю но знаю такие болезни когда человек лежит я а других-то молюсь а потом добавлю господи и мне здоровья дает как его было такое жало написано господи дай им что просят и про меня не забудь дай им навластвовать со сласть вот надо смотреть на это спрашивать когда а вы чем болеете да ничем я не болею что совсем еще болит там и колени плохо сгибаются еще спрашивается где я был то и в морозилках меня морозили и давили и жарили а я живой да как как благодарю бога это естественно отмирание это сигналы что все заканчивается поприще окончено веру сохранил за теперь готовится павел говорит венец жизни дай бог чтобы на нас это исполнилось вот когда человеку говоришь он это вы так спокойно ну как спокойно я каждый день жду что это последняя вещь от последнее утро завещание сделал везде все 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 у меня если я уйду как будто я не уходил вот так господь позволил вовремя все сделать хватает вам здоровья хватает я благодарю бога на голубят не уложу каждый день работаю землю копаю дрова могу подра поколоть то есть надо научиться смотреть так наслежка на самим собой и такой же был когда-то вот я этот исаак молился о жене детей нету евреи сейчас приняли закон у них говорит если 7 лет она не приносит плода то он имеет право разнестись не знаю это я просто не они и раньше разводятся да ну может быть и так ну вот он 19 лет детей нет и 20 год он молится и любит и вдруг на 20 через 20 лет забеременела до двойняшки еще недавно в интернете я видел две девочки и мальчик у них трое не было это ну они выше мальчик выше всех и вот была авария и его не было там ехали вот и живой остался вроде а жена и трое ребятишек погибли не жена кажется повреждена только было но и где дети фотографии тут же показано но они молились и все и жена выздоровела и забеременела и мальчик и девочки вот как будто те же самое опять такие же не в этом возрасте сфотографировали не можешь отличить друг от друга как бог порадовал похоже они ходили одинаково еще это дело божье надо за все благодарить неужели горит за хорошее будем а за плохое не будем как ее уговорит надо научиться на это так бы как бы отстраненно смотреть а не так я хочу что дай да кто же мне знать то не знаю так уста должны быть наполнен благодарностью и и мой бог знает мне за здоровье столько много дано я вспоминаю кто где-то сейчас замерзает там война где-то в грязи а я в чистой постельке лежу каждый день вечером господи как много ты нам даешь а там-то на украине где-то бою и убивают а сейчас только убили эту женщину снайпер убил ее и ой-ой-ой вот так благодарить бога за все а когда благодаришь у тебя настроение другое и рядом люди которые это чувствуют никогда не рабщие вот у нас стали вообще не говорить кто самый бедный беднее меня никого нету самая минимальная пенсия теперь а кто богаче всех я самый богатый нет ничего но как дело дело и откуда мне вот до миллиона в руки дают незнакомые люди приезжают откуда-то с италии там с франции возьмите деньги а почему у меня работа с тракторами началась дают я их затрачивал но за все время за всю жизнь я ни одного рубля на себя не потратил бог меня избрал на этой я не был не стыжусь этого говорить это благодать божия вот одновременно чтобы самые бедные самые богатые это не у каждого бывает так при том я не не сделал себя бедным меня государство сделало они не давали нигде работа только в милиции на охране чё там остальные я работал за границей и там не достать ничего нельзя и все время у меня есть на что хлеб если и вода да еще и картошка благодарю бога слава господу у меня так все в принципе спасибо христос если будет возможность желание приехать там игнатов сергей егорович собирается прицепляйте помаленьку накопи на дорожку не пожалеешь только приехать надо чтобы побыть в июле я 10-го там было июня а в июле уже ягоды вы видите мы которые ролики ставим какие у нас дети теперь-то мы по домам лагеря нету и отдохнуть можно и покупать и в храме побыть ну и вообще это опыт все тогда у меня в этом году учеба заканчивается потому я не знаю как у меня даже со временем будет какие сроки там и так далее но у меня желание есть что что господь говорю смотрит аминь я вот искал все время все я много документальных смотрю фильмов документальных про войну меня интересует только одна личность после сталинградской битве гитлер его переживания покаялся он или нет что делал то и он сейчас нашел такой материал он называется вторая мировая война и дальше день за днем день за днем где-то посмотрите она сразу выйдет это дело материал как будто бы со мной вместе люди писали я на последний ролик посмотрел 45 человек только помогали и зарубежным по порядку кто такой был черчилль всю его биографию война в этот день кто где был в японии по всему миру день за днем все рассматривается и при том они не восхваляют сталина и не хулять гитлера а как было как было так все и показывают вот это мне без предвзятости мудрость выше беспристрастно не лицемерно а в конце они дают обзор мировой обстановке ну только что и крестятся главное и говорят про бога вообще удивительно и это не одна серия 190 ой 96 роликов 96 96 по 26 минут вот как сегодня закончил смотреть думаю не каждый осилит и сейчас вот не раньше не позже мне манштейн интересовал которые фельдмаршал был и в блокаде ленинграда и сейчас надумали ему памятник ставите там они бьются где-то и вон там ему дали 10 лет его не казнили он был на нюбинском процессе и сейчас его книга вышла я сейчас ее копирую себе вечером как раз в данный момент вижу но ознакомиться увидеть какие переживания были я ищу все время где господь кого трогал и увидеть причину это глубокое исследование почему не ответил что ему мешало и как это сходится с тем как у меня было это очень большой опыт очень большой дучи муссолини по порядку все рассматривается битва его гитлер там рузвельт черчилль все все по всему миру как было день за днем вот так идет дата такая то 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 там было и все это документы зачитываются и кадры идут с того времени как там воевали это очень большой материал вот я желал это иметь и вдруг она мне попадает они уже 11 лет назад от материал издали то я и не знал благодарю бога даже в этом вопросе я вижу благодеющие деснису божию сегодня закончил смотреть а скажет а вам это надо я считаю мне это надо и я делаю выводы очень большие я ищу где благодать божия касалась этих людей как страдали как в грязи утопали ну и конечно тут книга главное они не раз цитирует его виктора петровича оставил вот красноярского писателя называется так проклятые и убитые страшно считать он сам прошел фронт и все это пишет вот так хорошо спасибо христос и куда дальше не залезть кроме того что я сказал нету значит нету нету не надо любопытничать на это многие погибли не надо давид говорит об этом говорит не входил я высокой для меня недосягаема сто сорокое псалом говорит я не успокаиваю ли души моей как дитя тебя отнятого от груди он тянется ребенок и вот так просто и даже котенок от кошки она убьет уже он большой а все равно тянется и так и человек это я не входил великой для меня недосягаемое это как эпиграф зачем сокрыто ни один святой отец и третью книгу ездор не толкует содержание я его знаю беру оттуда иногда даже показывать там есть такие нравственные моменты один ковать эти дни и годы страшно даже это разделение может создать сохрани бог мне не дано я не пророк я прошу у бога послушание церкви а уж насколько это исполни это бог знает говорят вот его учение на меня тут в интернете а я говорю где тут спрашивали нашего епископа где никто показать не может но если я покажу что неправильно крестить это мое учение вы считаете все по порядку что говорит боженый пепелак что говорит господь вот варвар а что препятствует не сказал давай почерпнем но оба сошли в воду филиппу и он сошли в воду он не стал чашечкой черпать на голову лить как католические иконы григорян армян он руки вот так вот чашу вложит а потом человека актеры насмешка одна все богом со всевышним храни тебя заход будут вопросы